ну здорово итак продолжаем пилить контентик в этом видео расскажу вам про обновление патча 1.18.1 сейчас у нас 1.18 следующий 1.18.1 сразу по цифре патча понимаем что это проходная фигня где сильно много контента мы не увидим но нельзя сказать что патч пустой и так пройдемся по меню патча первое доступный всем навык шестое чувство ждали всей семьей 12 лет и вот оно случилось картошка так и не смогла из себя выдавить перки 2.0 единственное что смогла выдавить один малюсенький прыщик под названием один перк шестое чувство обалдеть следующий пункт меню режим натиск дальше новые личные резервы еще он мы увидим больше карт для ребаланса ну в принципе все четыре пункта для проходного патча вполне себе давайте по порядку доступный всем навык шестое чувство шестое чувство станет особенностью командира мне кажется навык шестое чувство это особенность медлительности разработчиков пока они там медлят запись равно капает а чё нормально это значит что навык по умолчанию будет изучен каждым командиром на вашей технике включая тех которых еще вы не рекрутировали в казарме и всех командиров которых получите или будете рекрутировать в будущем это изменение сделает сражение более комфортным для всех игроков особенно для новых согласен для новых игроков сейчас комфорта абсолютно ноль поскольку они в основном чем занимаются в игре прокачивают ветки а прокачивать ветки сейчас это просто ужас малюсенькая лампочка какая-то там это конечно хорошо но это песчинка в море где море выступает всей той болью которую испытывают новички которые приходят в это и начинают качать эти ветки даже не буду говорить какие там проблемы у них случаются при прокачке этих веток это конечно хорошо что добавили за 12 лет эту лампочку это невероятно если кто-то из командиров вашей техники уже изучил навык шестое чувство вы сможете бесплатно выбрать для него другое умение или навык в редких случаях когда навык шестое чувство был нулевым вместо него можно будет выбрать другой нулевой навык или умение но только один раз для каждого командира машины можно выбрать любой навык командира наконец в интерфейсе экипажа особенность командира и нулевые умения навыки будут отображаться отдельно если у командира был прокачан навык шестое чувство то текущий изучаемый навык командира будет прокачан до 100 процентов новый выбранный навык получит то количество опыта которое было у предыдущего прокачиваемого навыка если навык шестое чувство был прокачан ниже 100 процентов то весь этот остаток перейдет в опыт командира и может быть потрачен на новый навык случае если командир был обучен ниже 100 процентов но у него был исследован шестое чувство действует следующее правило весь освободившийся опыт после того как шестое чувство станет особенностью в первую очередь пойдет на обучение командира до 100 процентов в принципе с лампочка все понятно добавили и хорошо жаль что пока они и добавляли уже столько гадости в игру добавили что эта лампочка уже ничего не перекрывает это супер поздно это невероятно поздно но лучше уже хочешь сейчас чем вообще никогда режим натиск это новый режим специальный и в нем есть следующие уникальные механики специальные правила в том числе бои формате 7 на 7 только на исследуемой или коллекционной техники 10 уровня подбор игроков по рейтингу в режиме улучшаемые навыки зависящие от роли машины ключевые позиции которые можно захватывать для получения тактических преимуществ таких как огневая поддержка или полное обнаружение противника для вашей команды возможность играть супер взводом из семи игроков и впервые появится возможность получить прогрессионный 2d стиль 2d стиль крыло и коготь будет отображать ваши достижения в режиме натиск по мере вашего продвижения в режиме будет открываться новые сочетания камуфляжных схем и декалей кроме того вы в любое время сможете переключиться на более раннюю версию если захотите стиль останется на вашем аккаунте навсегда даже после окончания режима натиск его можно будет наносить на любую технику 10 уровня как жаль что десятки полное кончено и говнище новые личные резервы вам обязательно захочется оценить переработанные личные резервы оптимизированные резервы с возможностью активации даже в бою это долгожданное изменение не вообще нет в общем ваши резервы конвертируют в часовые резервы на сайте там был канкулятор на котором можно было посчитать и посмотреть куда конвертируются ваши резервы и старые в новые единство что вам нужно знать что вас нигде не обделят а в некоторых случаях даже резервы старые были менее эффективны и давали меньше чем будут давать новые но все резервы будут по часу их можно будет начали боя включить но я не согласен с тем что это долгожданное нововведение долгожданное нововведение это чтобы я зашел в бой сыграл его и при включенном резерве получил какие-то бонусы резерв еще идет но играть я больше допустим не хочу я вышел из игры и резерв остановился я зашел в игру и он но начинает работать дальше или я сам моего останавливаю и включаю когда хочу поскольку я включил резерв на час сыграл бой а он дерьмовый больше я играть не хочу я пошел или у меня срочные дела я тоже пошел они добавили возможность в начале боя включать допустим я зашел в игру сыграл хороший бой включил резерв получил эти награды но следующий бой голимый и все а резерв работает час он еще идет играть я уже не хочу в любом случае такие ситуации будут или выключили свет или выключили интернет резерв работает дальше но я хочу чтобы он останавливался либо когда я нажимаю кнопку либо когда я вышел из игры и такие вещи есть в некоторых играх но не в нашей следующее изменение это ребаланс карт ребаланс карт малиновки песчаная река рыбацкая бухта и также химмельсдорф еще раз доработают там на горе мало понарыли надо еще понарыть что касаемо карт изменения на малиновки допустим балкончика на воде вроде как выглядит адекватно усложнение захвата путем того что на базах почти ничего нет и там чистые поля но какой-то в этом смысл есть поскольку основная игра происходит на горе и потом нужно спешить сбивать базу на песчаной реке заезд улучшили с одного респа что вроде как логично поскольку один рез бесплатно на гору заезжает а другой все время умирает также зачем-то упростили заезд на нычку в углу на песчаной реке и хорошо так переделали центр где сделали больше всяких укрытий из камней буров чего там не хватало поскольку там просто практически голая канава теперь там больше играбельных мест и позиций огромные изменения на рыбацкой бухте в городе понаделали всяких там домиков по совали их покрутили повертели играбельных мест позиций углов стало намного больше но очень сложно сказать насколько это сбалансировано играбельно и еще и на центре добавили домиков чтобы было еще удобнее и легче играть причем эти домики добавили для двух сторон на центре что логично для одной из баз в городе возле воды закрыли играбельное место где от башни играли теперь там скала и все наигрались также на центре убрали еще один домик один домик подвинули и на одну играбельную позицию станет больше и на химмерсдорфе сделали безопасный заезд через дырку какую-то там или шо это вообще такое как она будет играться и вообще без понятия на основе увидим хорошо что карты изменяют но видим что разработчики уже выдохлись и уже не 14 карт изменили а всего лишь 4 они конечно некоторые карты из этих четырех очень сильно переделали и это хорошо поскольку те карты которые сейчас есть я уже их просто видеть не хочу не могу и нафиг они вообще нужны в принципе вот такой вот патч ничего плохого в нем нет есть положительные изменения которых мы ждали много лет но этого мало я хочу больше хороших изменений как игрок который часто играет в это но это всего лишь проходной патч поэтому чего от него требовать он и так выжил из себя все что мог пишите в комментариях свое мнение про эти изменения с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok